Маши весной садут цветочки, а еще лучше девушки весной. Казаки создают настроение, легавы отдыхают перед охотой, а их хозяева набираются сил в харчевне. Сегодня на обед традиционные охотничьи блюда – уха, каша и шурпа от охотника с 15-летним стажем. Приготовлена из настоящей дикой косули. О шурпе можно говорить много, как ее приготовили. На настоящем огне. Сколько мы времени и сил подобрали на то, чтобы найти нужные ингредиенты. Но это все блекнет после того, как ее надо попробовать. Полсотни охотников уверяют, что перед работой нужно как следует подкрепиться. Надо сил набраться, чтобы пока мы шеллазили, шелутку, доцелиться просто. У него ружье поднимать тяжелое же надо. Прислушиваемся к совету охотников, наливаем себе тарелочку и шурпы. Мы сейчас подкрепимся с оператором, потому что сегодня нас тоже ожидает тяжелая работа и, возможно, даже охота. Сегодня охотники собрались, чтобы не только открыть сезон. Цель – обсудить концепцию новой цивилизованной клубной охоты. Той, где есть место культуре добычи диких животных и птиц. К сожалению, то, что мы видим сейчас – это безжалостное истребление животного мира, это браконьерство. С этим совсем нужно бороться. Ставить определенные рамки. А чтобы до всего этого достичь, нужна культура. Привить культуру охоты людям, людям-охотникам. Как это будут делать, узнаем позже, а пока отправляемся на поле многолетних трав. В стройной веренице прибыли туда, где можно встретить перепела. Если перепел есть на этом поле, то мы его обязательно найдем. В поисках будут участвовать собаки. Дратхар – выносливая порода. Может поймать и перепела, и кабана. Пойнтер – французская легавая. Самый быстрый и самый лучший поисковик. Испаньоль предпочитает бег галопом, преодолевая большие расстояния. Своеобразное соревнование зрители не просто наблюдают за показательным выступлением легавых, но и делают ставки. Две минуты и добыча в зубах у победителя – Дратхара с прекрасным женским именем Марта. Собака становится в стойку. Охотник подходит, собака поднимает птицу и охотник стреляет. В принципе, все несложно, если бы не три месяца на таске. Уже больше 30 штук под нее добыто. По утке пока еще не занимались мы с ней. Эти телезвезда. С легавыми на пернатых стали ходить еще в начале августа. Сегодня собрались, чтобы дать старт охоте и на водную дичь. Охотничье рожде фабарм. С двумя сменными стволами. Калибр. 12-й калибр. Пятизарядная. Готово готовиться к охоте на утку. За соблюдением правил охоты следит Управление лесного и охотничьего хозяйства. Проверяют разрешительные бумаги. Как и там с педником, Николай Фрисович. Документы можно уже? Да, пожалуйста. У нашей съемочной группы специальных документов нет. Поэтому не только охотиться, даже в руки брать ружье нам запретили. Но мы смогли стать участниками общественного контроля. Ну вот слышны залпы. Это значит, что сезон охоты на пернатую дичь стартовал. В моих руках горячая гильза. Сейчас мы находимся на ответственной миссии. Патрулируем рыбхоз Гроворонского района. Чтобы отдых был замечательным и его ничего не смогло прервать, нужно соблюдать несколько правил. Разводить охоту в установленные сроки. При себе необходимо иметь разрешительные документы. А именно охотничий билет, разрешение на право добычи объектов животного мира. И, соответственно, разрешение на право хранения ношения огнестрельного оружия. И немаловажно соблюдать технику безопасности. Сергей Владимирович из тех, кто всегда соблюдает правила. Ушла. Бывает. Я хорошая охота удача начну с конца. Что сегодня поймали? Сергей, покажи селезня. Мне кажется, самая популярная разновидность. Красивый экземпляр. Главная цель не добыть, сколько это там птицы. Две-три для себя сбить. Сварить шурку заветную. Настроение уже хорошее. Любители настоящего мужского досуга формируют вокруг себя новую культуру охоты. В этом помогает региональная программа. Сегодня в каждом муниципалитете создаются охотничьи клубы. Объединением будет выделена своя территория общедоступных охотничьих угодий, на которых будет вестись хозяйство. Мы утверждаем устав. Именно устав клуба. В дальнейшем планируется объезд территории клуба. И с каждого сельского поселения мы планируем взять по одному члену в совет клуба. И дальнейшая структура, наверное, больше будет строиться сначала на воспроизводстве окружающего мира. Клубы призваны вынести охоту в Белгородской области на новый уровень. Без браконьерства и с надлежащей охотничьей этикой. Контроль по принципу саморегулируемых организаций. И за исполнением требований закона участниками клубов, и за содержанием территории, и за восстановлением населяющей ее живности. Екатерина Ковалева, Эдуард Горелов. Программа «Такой день» на Мире Белогорья.